Рев двигателей боевых самолетов буквально разрывает небо над Приморско-Ахтарском. На минимальной высоте экипажи приветствуют всех собравшихся, пролетая строем и покачивая крыльями. Перелет из Сирии занял более пяти часов, и это без учета дозаправок. А еще долгие месяцы ушли у этих пилотов на выполнение боевых задач на территории чужого государства. Заключительные маневры по взлетной полосе. Полет окончен. На Кубань вернулись шесть человек личного состава авиационной воинской части Приморско-Ахтарска. Встречают экипажи на аэродроме, руководство Южного военного округа, сослуживцы, казаки, жители Приморско-Ахтарска и кадеты. Поздравить летчиков с возвращением приехал и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Глава региона поблагодарил пилотов за отличное выполнение боевых задач, поставленных президентом и командованием. А также Вениамин Кондратьев вручил пилотам памятные часы. За отличную службу летчиков наградили и медалями прямо на взлетной полосе. Но больше всего волновались и ждали пилотов дома, конечно же их семьи. Соседи и сослуживцы не скрывали эмоции и с волнением рассказывали о томительном ожидании этого дня. Мы горды, мы рады, мы счастливы, что они возвращаются. Волновались, переживали, слушали передачи по телевидению. Рады, что они возвращаются? Конечно. Ждали этого дня, это наши земляки, наши соседи, друзья, родственники. В ответном слове пилоты поблагодарили собравшихся за теплый прием и рассказали о службе на территории Сирии и о выполнении боевых задач. В ближайшее время на аэродром Приморско-Ахтарска вернутся еще несколько самолетов Су-25. Все пилоты, служившие на территории Сирии, отправляются в заслуженный отпуск. Денис Сидоров, Александр Кощеев, Кубань-24, Приморско-Ахтарский район.